Теперь я нарисую еще одну картину. И еще одну картину я нарисую. Чуть-чуть попроще, чем эту картину. И давай еще одну диаметрическую пределку. Даже не диаметрическую, а на этот раз уже совсем фокологическую. Значит, слово, которое я сейчас скажу, результат. Вот слово дискриминат и слово результат. Дискриминат, это такая ситуация. Это у нас один многочлен, и мы смотрим, когда у второго многочлена есть кратный результат. А результат, это у нас есть система уравнений, как правило, переопределенных. То есть уравнений больше, чем переменных. Как правило, такая система не имеет решений, но при некоторых значениях параметра она может иметь решение. В общем, сейчас я нарисую самый первый из непростых примеров. Рассмотрим систему двух квадратных уровней. Х квадрат плюс АХ плюс В и Х квадрат плюс АХ плюс С. Просматриваем такую систему экспериментов. Ложество всех этих систем это четырехмерная пространство с координатами АВЦА. Ну, конечно, при помощи того же трюка, при помощи которого мы избавляли стук от старших коэффициентов, мы можем превратить, например, А в новую. Так, мы можем всегда... Да, извините. Мы интересуемся вот чем. Мы вот это пространство, вот это четырехмерное пространство, смотрим на множество тех значений, тех, кто учится АВЦА, для которых эта система уравнений разрешит. Вообще, говорят, с чего ей быть разрешим? У этого многочленка есть какая-то пара корней. У этого многочленка есть своя пара корней. С какой статьи, например, там? Система разрешима, если один из корней одной системы, хотя бы один из корней одной системы совпадается, с одним корней другой системой. Ну, как правило, этого не происходит. А результат — это множество таких параметров АВЦД, при которых эта система всё-таки будет разрешена. Давайте посмотрим, что это будет заправлено. Вот я говорю, что так же, как мы тут избавлялись от старшего члена, здесь можно избавиться, например, от коэффициента А, потому что всё можно двигать вдоль оси Х и от А избавиться. Или мы можем избавиться от АВЦА. Но, на самом деле, оказалось, что всегда так приятнее смотреть, чтобы наша задача была симметричной. И самое красивое уравнение по виду получается в том случае, если мы избавились не от А и не от АФА, а мы сделали их противоположными. Это мы тоже можем сделать, значит, мы приводим их в такую группу. И вот, получается, у нас уже трёхмерное пространство. Трёхмерное пространство. Альф у нас уже нет. Мы рассматриваем трёхмерное пространство, координаты в которых это АВЦА. Мы рассматриваем множество таких точек АВЦА, что вот такая система уравнений будет разрешена. Ну, как это решить? Значит, я уже говорил, как исследовать такую задачу. Значит, берём, одно делим на другое, что-то такое. Получаются какие-то условия на АВЦА. Опять получается какой-то уравнений. Я его сейчас выпишу. Значит, уравнение включается такое. 4АВЦА равно 0. Ну так, это несравненно проще, чем то уравнение, которое я произвел в данном случае, но тем не менее оно всё-таки ещё сложновато. Ну, как бы его упростить? Ну, можно его упростить. Давайте сделаем такую подстановку. Например, c не удеваем, а поглощен через b' О, давайте. Это такая независимая подстановка. А и c оставляем, а вместо c нишу b' Тогда у нас получается здесь b' и здесь b' Так, и уравнение получается уже в данном случае. Каким локом получается? 4а квадрат минус 2а квадрат b' Опять как-то нехорошо. Давайте сделаем теперь вот что. Вот 4c минус 2b' обозначим через c' Можно? Можно это сделать? Можно. Значит, получается такое уравнение. Получилось такое уравнение. Это уравнение очень замечательной поверхности. Значит, вот в такой вот диффициальной топологии есть две замечательные поверхности. Одну я уже нарисовал, а это вторая. Возможно, ещё более замечательная. Ну, давайте я про штрихи замоку. Просто такая уравнение. А квадрат c плюс b квадрат c. Эта поверхность называется зотиком Уильди. Уильди это был такой великим фенатиком американский, который много чего придумал. В частности, вот, для его исследований появилась эта малютность, а также называется зотиком. Значит, как она выглядит? Опять-таки, это немножко страшная практика. Казал пересекающийся поверхность. Ну, давайте смотреть, что тут происходит. Значит, давайте, значит, тут c. Вот это больше c. Давайте сечь эту поверхность. Разве плоскостями, таким горизонтальным, где c равно констант. Пусть c равно какой-то констант. Тогда что мы получаем? a квадрат с константом c плюс b квадрат равно 0. Если это константно положительное, то у нас, конечно, получается, ну, плохо получается. Положительное число, умноженное на один квадрат плюс другой квадрат. Когда это равно 0? Только когда а и b равны 0. Вот тут у нас получается только вот этот квадрат. Вот эта поверхность тоже получается с квадрат. Здесь вот эта поверхность, но ее вот такой квадрат. А вот если c отрицательная, тогда у нас получаются две прямые. Это уравнение пары пересекающихся прямых. И вот, значит, когда мы пересечем горизонтальную плоскость, то у нас получатся вверховые в таком сечении. Итак, в каждом сечении. Эти прямые, как они сидели? Когда c большое, то они пересекаются под большим углом. А когда c стремится к крылью, то угол между ними уменьшается и уменьшается, и в последний момент эти две прямые превращаются в две сопавшиеся прямые. Ну вот так и можно себе представлять эту поверхность. Две прямые, пересекающиеся, опускают, и в какой-то момент они сниваются и исчезают. Дальше идет такая штука. Вот такая поверхность. Вот что обозаметает наше пространство. Это здесь зольки курины. Вот такая поверхность. Эта поверхность, извольте видеть, разделяет нашу пространство опять на три части. Что это за часть? Причем уже в некоторых таких синергетических способах. Есть две полу, через которые можно пройти туда. И внешняя часть, которая не нижняя точка. Что это все означает? Ну давайте смотреть. Значит, геометрически смотрим. Вот как будет. Что такое наш компонент? Каждая точка это пара таких многочленов. Пару многочленов бывают корни. А может и не быть. Ну вот. Допустим, что у нас есть один многочлен и другой многочленов. Или другая пара многочлена. Первый и второй. Вот эти два многочлена, они будут лежать в одной компоненте или в разные? А что значит разные компоненты? Что значит лежать в одной компоненте? Значит, что мы можем вот одну точку с другой соединить так, что всю дорогу мы не пересекаем вот эти результаты точки. Значит, ни в какой момент у нас не возникнет такой пары многочленов, у которых есть разные пункты. Ну вот тут же так и может быть. Вот, например, если бы у нас была такая пара многочлена. Один многочлен такой, а у другого вообще никакой. То эту пара, с этой можно соединить. Просто берем этот многочлен, там, деформируем, и он тоже... Или там... Ну, в общем, видно, что можно здесь делать. Так, деформируем. Этот превратился... А вот, как нам понять, почему вот так он может быть? Почему вот этот вот, эта пара многочленов, Нельзя непрерывно поинформировать эту пару многочленов так, чтобы всю подорогу... Нет, не дать бы пару многочленов подороги, у них не появилось бы краток камня. Ну, на самом деле, действительно нельзя. Вот, и давайте я расскажу вам, значит, ну, какое количество этих трех. Значит, вот большая объемная компонент, это компоненты, в которой лежит и вот это, и вот это. И все они... Все их можно стянуть к таким... Какой пара многочленов, у которых вообще нет ни одного города, ни одного, ни другого. А вот эти две внутричные, они с собой компоненты, они устроены вот так. У них корни строго чередуют. У каждого из них две корни. Для каждой системы есть одно из них, имеется ровно упакованное, и эти корни чередуются. Один из первых, из вторых, из первых, из вторых, из вторых. Понятно? Значит, это корень первого, первое, второе, 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 второе. Потому что поверхность выделяет пространство 10-х на 300 компонентов, ну и больше ничего тут не может быть. Как бы нам задать все-таки такой топологический вариант, который различает эти три компонента? Вот, я вам произнесу сейчас несколько страшных слов, к которым надо привыкать. Если вы что-нибудь будете учить в будущем современной математике, то эти слова вам все равно потребуются. Значит, давайте посмотрим вот что. Вот, я сейчас нарисую, да, вот эту картику можно использовать. Видите? Вот у нас есть пара многошек. Этот уграничен обозначен себя через П, а этот через К. Тогда эта пара многошек в П, она задает отображение из нашей прямой в плотность. Правда? Ну, это многошек от х. Значит, он каждому х сопоставляет какое-то значение. И этот каждому значению х сопоставляет какое-то значение. Значит, мы для каждого значения х сопоставляем, берем число П, х, и квадрат. Это будет какая-то против плоскости. Вот мы берем плоскости. Координаты против карты мы обозначим. Мы их имеем. Тогда, вот давайте посмотрим. Пусть наша система пара многошеков, вот, например, так. Это П, а это П. Тогда как будет себя вести образ вот этой прямой? То есть, например, если, вот, 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 когда х, координаты вместе бывает с ним. Пусть х очень-очень отрицательная. Очень большое по модуне отрицательное число. Тогда где будет лежать число П от х и квадрат. Да, они оба будут очень сильно положены. Они будут, да, они будут. И когда х начинает увеличиваться, то они вас тут встречают. Добавляем, значит, значение квадратичного многочленка уменьшается, оно убывает, убывает, убывает. И когда оно доходит в такую область, где что-то начинает уже... Вот мы можем за чем-то следить, что же у нас происходит. Давайте следить за тем, как они будут пересекать координатные ось. Вот первый момент, когда она пересекает координатные ось, это вот этот. Здесь Q еще положительный. А P уже стало равно 0. Значит, она пересекла и вот здесь. Следующий момент. Итак, P теперь отрицательный. А Q стал равно 0. Потом, что же, Q отрицательный, а P опять обратилась к координатной части. А P обратилась к координатной части. И последний момент. Да, обратилась к координатной части и стал положительным. И дальше она уже положительная, и после этого опять Q обращается к координатной части. И вот так вот оно пересекло. Значит, вот эта прямая. А после этого они вместе начинают опять расти, расти. И уходят туда-то сюда обратную бесколечность. Значит, вот эта прямая этой пары намечленов отобразилась так. Она пришла вот так вот зацепила за мной. И ушла бы вот такая петля. А теперь заметим, что тут точка ноги, она больше чем баровая. Если мы рассмотрим какой-то... Значит, если наша пара многочленов нерезультатна, если она не имеет точку координатной, то это в точности означает, что вот эта крива не пересекает уровень. Если мы двигаемся внутри одной компонента дополнительно до результата компонентности, то ни в какой момент эта петля, получающаяся, не может пересекать уровень. Вот. Ну и значит, что же мы видим? Что наша петля, она так один раз обошла ноль. Как она обошла? Только часовой стрип. Ну, если мы немножко пошевелим, значит, так немножко продеформируем. Так что новая петля все равно не будет проходить через ноль, то вот у нас так и получится. Один оборот вокруг ноль, только в часовом стене. Вот. Если мы возьмем точно такую же ситуацию, только поменяв п на пул, это пул, а это п. То, ну вот я вам дам качественное задание, проверить, что у нас получается ровно то же самое, только обход, ну вот охват такой, будет по часовой стрип. Обход по часовой стрип, обход по часовой стрип. Никак нельзя предполагать. Значит, это действительно разное действие реакции. Ну и как? И наконец, я в какой-нибудь ситуации вот так вот. Пусть у нас... Вот давайте какой-нибудь пострашивайся на сутки из третьей компоненты, да. Пусть пару раз зашают как-то. Вот П, а вот... Вот П, а вот... Как тут? Что тут происходит? Что тут происходит? Значит, это было. Вот так вот. Значит, сначала кто обратился в ноль? Ку положить, тогда обратился в ноль. Потом... Чтобы ку положить, тогда обратился в ноль. Потом, в этот момент, что произошло? А дальше что? В ноль. В ноль. Случилось вот так. Оно... Не ставило охватного ноля, а вот так вот сразу, но можно засыпать. И ушло. Охват ноля... Охват ноля... Ну, вплоть понятно, что мы можем это продеформировать ситуацию, когда поэтому нет корней, и вообще мы можем это продеформировать, потому что у них вообще нет корней, а это ситуация. Вообще-то вот так, когда прохватлив и габарит. Давайте ещё обсудим этот самый хвостик у результата. Как Вы думаете, вот этот хвостик, который, он чему соответствует? У него в этой задаче про результанты есть какой-то смысл? Да. Оба корни совпадают? Ну, не то. Значит, оба корни могут совпадать и не находятся. Значит, вот этот хвостик является продолжением вот этой линии. И вот опять, вот эта линия самопересечения, это просто когда у нас два вещественных корня. Тут всё в порядке. А хвостик, это когда у нас два капнерских корня. Значит, это действительно просто когда наши габариты начнут совпадать. Это просто вот такая ситуация, когда А вообще равенную, а В равен С. Ну, мы за что-то совпадаем? Ну, тогда что у нас получается? Если В отрицательный, то у нас два вещественных корня. Вот это вот эта линия. А если у нас В, что, если В, у ребят, это два вещественных корня, а если В положительные, то два комплекса сопряжённых корня. Общих корня причём. Благочленные просто совпадают. У каждого из них, давайте я нарисую, накапливаем свои корни. Два корня, а другой, на гаще с ним, тоже сопряжённые. У него тоже, точно те же самые корни, они просто комплекса. Вот это и есть геометрический свойство этого хвостика. Добавrée, продолжаем. Добавлять ,